Многие из тех, кто вошел в новый состав Совета при ОМВД, представители других общественных организаций Ленинского городского округа, в частности, общественной палаты муниципалитета. Так сказать, глаз народа, к мнению этих людей прислушиваются. В составе Совета они призваны контролировать и освещать работу сотрудников внутренних дел, помогать делать их деятельность максимально открытой. Будем надеяться, что наступивший 2021 год даст нам возможность и почаще общаться, почаще обсуждать те вопросы, которые непосредственно связаны с обсуждением именно с участием общественного совета, ну и, безусловно, выполнить ту работу совместную, которая предписана нам нормативно-правовыми актами. Члены общественного совета при ОМВД следят, чтобы обращения граждан рассматривались вовремя и компетентно. Участвуют во всевозможных рейдах, акциях и мероприятиях, организованных полицией, в частности, по обеспечению безопасности дорожного движения в Ленинском городском округе. Одна из основных функций Совета – проверка условий содержания задержанных. У представителей нового состава Совета настрой боевой. Оказывать помощь всячески, поддерживать и нашу МВД, и наших жителей, освещать проблемы, оповещать, рассказывать о различных, так скажем, способах профилактики, с теми же мошенничествами. Просветительская работа в школах, институте нашем – это очень важно сейчас с молодым поколением. На заседании представители Совета избрали председателя. Им стал заслуженный тренер СССР Валерий Нефантьев. Для Валерия Георгиевича это не первый созыв. В заместители к нему пошли юрист Вячеслав Краснонос и предприниматель Дмитрий Гашев. Сформировался Совет, в общем-то, довольно профессиональный. Есть и юристы, и общественные деятели, и врачи, и педагоги. Практически всех знаю, все люди достойные и имеют желание работать и приносить пользу. В ходе первой встречи новые члены Совета определили план действий на ближайшую перспективу. Созрели идеи по организации нескольких акций, телевизионных проектов и работе с населением. Юлия Погосян, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видно этого.